О, спасибо. Спасибо. Фу, отвратительно, все-таки вылезаны. Боже, чистесеньки. Аж противно. Аня, сделай так еще раз. Заходи в приложение. Все. Что за херня? А можно телеграм-бот создать? Прикинь, как это вся корма-то вообще. Ну, в целом. Обычный туалет. 70... 70 евро. 4,90 на заправочке кофе. 70 центов сходить в туалет. Так, а тут у нас 50 центов. 50 евро центов. Люксембург. Ага, где? Ну, подкал. Ну, подкал. Да... Всем привет, ребят. С вами Аурум. И я в Париже. Я только-только приехал. Это пригород Парижа. Диснейленд. Я еще ничего не видел. Только зашел в номер. Еще не видел ни Петю ММА, ни Нави. Я думаю, вы первое из моих подписчиков, которые играют в Brawl Stars. Это первое, что вас интересует. Ни комьюнити-менеджеров, ни Фрэнка. Никого вообще не видел. Решил просто с пылу жару запилить вам видосик, что я это сделал. И, возможно, для вас это некий сюрприз. Потому что я нигде не спойлерил. Я не знал, поеду ли я до, по факту, воскресенье. Давайте по порядку, как это было. В воскресенье с утра в 6 утра я выехал с Киева. Ехал через Львов. Остановились мы в Кракове. Кстати, едем я, Аня, Степа и моя двоюродная сестра. Соответственно, почему вместе с ними? Ну, как, если это Диснейленд? Я не мог просто свою семью оставить дома. Вот. Моя двоюродная сестра поможет Ане со Степой. Потому что так сложилось, что сейчас они вообще в другом отеле. Ибо... Ну, вот, смотри. Они в другом отеле. Но вот такой момент. Я не знаю, как это сложилось. Но я когда спрашивал, смогут ли мне забронировать под мою семью еще номер. Само собой, Суперсел сказал, что нет. Но я могу как-то дозаказать это дело. Я попытался дозаказать. Мне никто не ответил. И я подумал, ну, ладно. Пусть они поживут где-то просто недалеко. Полтора километра отсюда. Я приезжаю, здесь две кровати. Короче, я буду выяснять, что это с чем. Мы остановились в Кракове. Переночевали ночь. Потом в Праге пообедали. В Нюрбинге переночевали. Опять ехали день. Остановились в Люксембурге. В Люксембурге переночевали. И вот сегодня выехали с Люксембурга и приехали сюда, в Париж. Причем я сам был за рулем. Ну, там где-то две, две с половиной тысячи. Наверное, где-то две с половиной, три тысячи километров от Киева. Если вот так вот, как мы ехали. За три дня я вообще сейчас еще не могу прийти в себя. Но я реально это сделал. Еще есть большая проблема. Основная моя идея посетить это мероприятие. Ну, первая идея, которая появилась перед тем, как меня пригласили, это было бы прикольно быть на чемпионате мира и подарить Фрэнку флаг Украины. Это реальная идея фикс у меня была, что типа, блин, Фрэнк, чувак, который в начале войны, финн, Сио, Брол Старса, поставил себе на аватарку в Твиттере флаг Украины. Это достойно того, чтобы как-то его тоже отблагодарить за поддержку. Ну, и плюс компания Суперселл действительно немало делает для Украины. Они даже, кстати, как я недавно узнал, они даже не, ну, в публичную сферу это, типа, не пускают. Но они очень часто отправляют гуманитарные грузы. И это меня очень удивило. Поэтому, плюс еще есть пару ребят, которые с самого начала войны поддерживают. Им тоже у меня были подарочки. Но есть момент. Я вот только что их посмотрел у себя в сумках, у меня их нет. Возможно, они у Ани. Я, ну, и там флаги, и сувениры, короче, ну, капец. Что касается чемпионата мира. Нет, давайте еще по городам. Мы проехали действительно очень много стран. И вот хочу сказать, что меня больше всего удивило. Не буду обострять внимание на каких-то банальных вещах. Но то, что меня удивило, это Германия. В Германии на заправках платные туалеты. Ну, во-первых, там кофе стоит под 5 евро. 5 евро, это вот столько-то гривен. Это очень много. Там все заправки возле трассы. Я не знаю, как в городах, но возле трассы. Все заправки с платными туалетами. Как? Как? Я в шоке. Причем 70 центов. И чел мне еще говорит, завтра будет евро. Я просто вообще в шоке. Очень дорого и очень непонятно вообще, зачем, почему. Вот. По дорогам, дороги лучше в Чехии и Польше. В Германии дороги мне не так сильно понравились. Возможно, об этом сниму отдельное видео. Но это не точно. Нам очень сильно понравилось в Люксембурге. Хотя дорого, но такая новогодняя атмосфера. И ты действительно после Украины, ты немного как бы выдыхаешь. В Украине действительно сейчас очень сильно тяжело. Прошу всячески поддерживать этот весь движ. И Путин, ну, явно. Вот. Потому что, кстати, пока мы только ехали в Украине, в Киеве, вообще по всей Украине, по-моему, свет вырубили на один день. Это максимально мрачно. Это просто трэш. Соответственно, давайте делаем Open Pack. Стар Парк. Кстати, Стар Парк, Диснейленд. Ну, вы понимаете, да? Во-первых, вот такие вот супер наклеечки, господа, ребята. Супер наклеечки. Что же у нас? Стикерсы. 2022. Ха-ха-ха. Brawl Stars World Finals. Это реально очень круто. Напишите в комментариях, стоит ли мне это разыграть. Опа. Это звезда. Да, ну, в общем, точнее не звезда, но шапка в виде звезды. А я думаю, вы все, всем она вам знакомая. Такая слегка дурацкая. Что дальше? Что дальше? Смотрим, смотрим. Ну, вот это вот просто топ. Это фигурки. Ребзы. Я сейчас оставлю это все дело на сладкое. Но давайте что еще посмотрим. Вот это вот классная вещь. Ее дали прям отдельно, без этой сумки. Aurum Creator. Это прям на память. Спасибо большое. Люблю что-то. Вот испытываю слабость к таким вещам, где прям именные какие-то вещи. Такой очень классный. Это значочек. Вот это магнитик. Вот так вот этот раз и под кофту. Поняли? Кайфово, кайфово. Это, я так понимаю, маска. Маска для тары, да? Кайфово. Посмотрим, прочекаем. На фигурки. Самое важное. Фигурки тоже, вы же знаете, моя слабость. Смотрим. Вау, вау, вау. Джесси. До чего же она красивая? До чего же серебряная Джесси, guys? Серебряная Джесси. Боже, какая она красотка. Вау. Что тут еще? Это какой-то пак. Смотрим, смотрим, смотрим. Так, ага. А, это типа коллекция. 24 to collect. А, здесь всего 25 фигурок. Посмотри. Значит, здесь серебряная Джесси. Фрэнк, Шелли. Блин, я хочу Леона. Камон. Где такое купить? Я хочу все. Офигеть. Офигеть. Ну. А, стоп. Стоп. Смотри. А, нет, нет. Это пустая. А здесь есть. Здесь есть. Смотри. И кто это? Кто это? Кто это? Лего. Сейчас весь отель проснется. Лего. Сэнди. Боже, какие они балдежные, ребят. Ну, кстати, Джесси, она прям не очень правдоподобна. Если честно. Ну, и вы знаете, как я отношусь к серебряным скинам. Но, Сэнди, это просто невероятный топ. Это просто невероятнейший топ. Просто супер. Вообще, такие детали. Сейчас видно вам? Да. Вот, смотри. Такие все продумано до мелочей. Красота. Я все хочу. Я хочу все. Особенно Леона. Не знаю, где можно купить. Блин. Я готов. У всех креаторов. Это же всем креаторам дают. Я готов поменять все на эти две фигурки. Просто пушечные. Ну, вы сами все видели. Это прямо жестко. Ребят, ну, я еще рассчитываю на какую-то футболочку. Вот. Это правда. Очень бы хотелось еще увидеть футболку. У нас, кстати, спрашивали там, ну, когда анкеты заполняешь, нужно было написать свой размер. Я надеюсь. Я просто очень хочу. Я люблю футболки Supercell. Когда я ездил, помните, в Хельсинки, вот там был такой пак. Вы все, наверное, помните. Этот видос. Это было легендарно. Супер-мега ощущение. Там очень дорогой в целом пак. Там и микрофон был. Но больше всего, реально, это футболка, которую, кстати, я подарил Холдику. И кофта. Кофту я ношу вот эти все там 4 или 5 лет. Реально. Супер-мега качество. Ну, и Supercell, ну, так очень по-домашнему. С теплом отношусь. Не взял сюда. Реально, думаю, ну, и так подарил. Ну, что-то в таком старт-паке не подарили. Но, может, еще не вечер. Опять же, напрашиваюсь на какие-то подарки. Но, ребят, я сам привез еще подарки. И всех, кто поддерживает Украину, у меня будут. Надеюсь, будут. Я просто реально не понимаю. Я очень сильно надеюсь, что в пропыхах мы собирались. И очень надеюсь, что мы не оставили в Украине. Потому что это прям, ну, просто трэш. Ну, реально. Я не знаю, где. Вот, смотрите, у меня куча вещей. Я все полностью перерыл. И там этого всего нет. Сейчас буду звонить Ане. Пусть перерывает у себя все. Ну, это фиаско. Блин, могу я оставить? Ребзы. В общем, на этом, в целом, такой вот ознакомительный ролик. Это все. Ну, давайте рум-тур еще вам покажу. Потом, соответственно, до нового видоса уже пересекусь со всеми. С Петей, с Владом вас познакомлю. С комьюнити-менеджером. Вы его не знаете, но я с ним давно хотел встретиться. Мы с ним давно общаемся. Ну вот, может и Денис будет другой комьюнити-менеджер. Обязательно... Блин, не знаю, где намутить флаг Украины, чтобы Фрэнка подарить. Ура! Так, номер выглядит таким вот следующим образом. Опять же, все перерыл, полностью искал флаг. У меня две кровати. Я не знаю почему две кровати, а моя семья в другом отеле. Я просто слоупок. Так, что тут у нас? Что тут у нас? Это Диснейленд. Диснейленд Париз. То есть, отель прямо в Диснейленде. Париз. Ну, буквально там сколько-то там метров. Так, это мои ништяки. Ну, то есть, как бы вот так. Вот, кстати, вот это тоже еще прикольно. Типа Дисней, да? Это все Дисней в стиле Дисней. Вот эти мелочи тоже. Здесь плохое освещение. Желтое. Но, смотрите, как прикольно. Реально кайфарики. Кайфарики. Очень кайфовенько. Что тут? Здесь у нас... Ой. Здесь у нас типа... Включается? О! Кайфово. Здесь у нас типа ванная. Наверное, большие такие апартаменты. Здесь прям ванная. Капец, здесь Степу можно купать. Я не знаю. Короче, моя семья, мне кажется, едет обратно. Я думаю, они едут обратно. Вот. Здесь сель. Ну, в общем, как-то так. Подписывайтесь на канал. Прожимайте лайк. Постараюсь сделать для вас контент. Единственное, что я монтировать здесь точно не смогу. А мой монтажер живет в Запорожье. И очень важно, чтобы у него был свет для того, чтобы смонтировать видос. Поэтому, если видосы будут долго не выходить, вы можете пойти в Кремль, свергнуть власть. И чтобы они перестали бомбить мирных людей. Чтобы видосы у меня выходили почаще. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк. sehebat partitionรû Relaxe. Постараюсь. Конорации.